Добро пожаловать на наш канал. Мы продолжаем читать крупицы духовной мудрости. Бисер духовный. Преподобный Иосиф Исихаст. Негодуй ни на кого. Переноси их ошибки, чтобы и они не переносили твои. Люби, чтобы тебя любили, и терпи, чтобы тебя терпели. Стань добрым, и все станут добрыми с тобой. Боящийся познать себя пребывает далеко от знания, и ничто другое не любит, как только видеть ошибки у других и судить их. Он не видит у других дарований, а видит только их недостатки. Не видит в себе недостатков, а только свои дарования. Никогда не видел я, чтобы совершилось исправление с помощью гнева, но всегда с помощью любовью. Возьми пример самого себя. Когда ты становишься кротким? От оскорблений или благодаря любви? Преподобный Порфирий Кавсакалевит наставлял. Детям нет пользы от постоянных похвал. От них дети становятся эгоистичными и тщеславными. И в дальнейшем они будут хотеть, чтобы их постоянно все хвалили, даже незаслуженно. К сожалению, сегодня все научились говорить неправду. От тщеславные ее принимают. Это их пища. Скажи мне это, пусть даже это неправда, просят они. Но Богу это не угодно. Господь-то хочет правды. К сожалению, не все понимают это и поступают как раз наоборот. Когда все время бездумно хвалишь детей, их искушает дьявол. Он разжигает в них эгоизм. С малых лет, привыкнув к похвалам родителей и учителей, они, может быть, и продвигаются в учении. Но какая в том польза? В жизни они будут эгоистами, а не христианами. Эгоисты никогда не могут стать христианами. Эгоисты хотят, чтобы их постоянно все хвалили, чтобы все их любили, все говорили о них хорошо. Но этого не хотят наш Господь и Иисус Христос и наша Церковь. Такой способ воспитания противоречит нашей религии. Напротив, она учит, чтобы дети с малых лет приучались к правде. Истина Христова говорит, что если хвалишь человека, то делаешь его эгоистом. Эгоист – это сбившийся с пути человек, ведомый злым духом. Вырастая в эгоизме, человек приходит к отрицанию Бога и становится неприспособленным к жизни в обществе. Архимандрит Ефрем Мараитис Филофейский наставляет, на работе будем внимательны. Рядом работают много людей и говорят всякое. Говорят слова подчас очень скверные, так как пребывают в страстном состоянии и ни о чем не помышляют. Только о временном, о суетном, о земных наслаждениях. Если же молящийся человек будет внимателен, то не последует им. Он жалеет таких людей и молится, чтобы Бог просветил их. Чтобы они освободились от такого удушливого духовного состояния. Вышли на чистый и вольный воздух. Дни, года, века проходят как тень и все мы приближаемся к своему концу. Жизнь любого человека – это книга и каждый день жизни одна ее страница. У каждой книги есть конец. Конец есть и у человеческой жизни. На страницах этой книги есть и плохое, и хорошее, записанные светлые и темные дела человека. А когда окончится жизнь, тогда откроется перед Богом эта книга, и на основании того, что в ней написано, человек даст ответ. Настоящая любовь к ближнему обнаруживается тогда, когда человек от всего сердца, а не только потому, что так нужно, ибо так Бог заповедует, молится за врагов, прощает их и любит. Ведь по сути наши враги – это наши благодетели. Кто нас искушает, кто осуждает, создает всякие неприятные ситуации, тут с одной стороны есть орудие дьявола, а с другой – Иисуса Христа. Святые отцы говорят, что враги – это каленое железо, которым Господь выжигает наш эгоизм и гордость, а еще врачует нас. Человек действует по злобе, а мы дикую масляну прививаем к доброй и получаем плод полезный для нашей жизни. Вот почему так благотворны для нас действия наших врагов. Схиархимандрит Кирик Максимов Афонский говорит, что святые отцы сказали, всякую добродетель надо начинать от языка. Если кто не удерживает язык свой, то у этого не ищи добродетели, ибо душа его опустошена, весь дух благочестия испарился. Лучше упасть с высоты, нежели от языка. Недаром же святая церковь заставляет нас ежедневно повторять в течение всего года, а великий пост даже поет среди храма положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о уснах моих. Почему? Потому что, во-первых, что ничем так часто и так много не согрешаем мы, как языком. Потому, во-вторых, что крайняя умеренность и осторожность в словах есть не только высокая добродетель христианская, но и лучшее средство к мудрой и счастливой мирной жизни, как в обществе, так и в монастырской жизни. Преподобный Силуан Афонский наставляет «Раньше я думал, что Господь творил чудеса только по молитвам святых, но вот теперь узнал, что и грешному сотворит Господь чудо, как только смирится душа его, ибо когда человек научится смирению, тогда Господь и слушает его молитвы». Схиархимандрит Кирик Максимов Афонский говорит «Как только заметишь в себе при свете совести закона Божия грех ума, слово мысли, либо какой греховной страсти или привычки, борющей тебя во всякое время и месте, сию же минуту кайся Богу. Хотя бы мысленно. Господи, прости и помоги». То есть «прости, что я оскорбил тебя, и помоги, чтобы не оскорблять твое величие». Эти три слова «Господи, прости и помоги» надлежит произносить медленно и несколько раз, или вернее, пока вздохнешь. Вздох означает пришествие благодати Святаго Духа, простившего нам грех, за который мы в данный момент каемся Богу. Тогда всякое действие бесовское в мыслях наших и особенно воображении отпадает от нас. Господи, прости и помоги». Ава Пимен говорит, если сундук, наполненный платьем, будет оставлен, и платье в нем не будет пересматриваемо, то оно в течение года истлеет. То же бывает и с помышлениями. Если внушаемого ими мы не будем исполнять на самом деле, то и самые помышления в течение года истлеют и исчезнут. Если кто, набрав змей или скорпионов, вложит их в сосуд и залепит, то они в течение года, конечно же, умрут. Вот так и злые помышления, прозябшие от демонов, уничтожаются терпением. Что необходимо сделать для того, чтобы приблизиться к Богу? На этот вопрос отвечает монах Лука Филофейский. Первые христиане руководствовались принципом «приедет мир сей и приедет благодать». После того, как они обрели веру во Христа, они кардинально изменяли свою жизнь. Продолжали жить среди мира, но уже не были рабами мирского. Их существование приобретало новое небесное измерение. Достичь более тесной связи с Богом, нам мешает мирское мудрование. Освободившись от Него, мы обретем божественную благодать и будем, как первые христиане, уже в этой жизни чувствовать радость рая. Об этом говорит сам Спаситель. «Царствие Божие внутри вас есть». То есть, всякий, кто приносит истинное покаяние, имеет уже в своей земной жизни ощущение Царствия Небесного. Ведь в Таинстве Исповеди Бог, подобно огню, уничтожает грех и наполняет человека светом своей благодати. Преподобный Порфирий Кавсакалевит наставляет «В беседах не многословьте о религии, и тогда победите». Позвольте человеку, у которого другое мнение, изливаться, говорить, говорить. Пусть он почувствует, что встретился со спокойным человеком. Воздействуйте на него своей доброжелательностью и молитвой, а потом скажите совсем немного слов. Вы не достигнете ничего, если будете говорить резко. Если, к примеру, скажете «Ты говоришь ложь». И что из этого выйдет? Вы, как овцы посреди волков, что вам делать? Внешне будьте невозмутимы, а внутренне молитесь. Будьте готовыми, будьте образованными, имейте дерзновения, но со святостью, кротостью и молитвой. Из наставлений святых отцов. Спасибо, что подписаны на наш канал и до новых встреч.